Всем привет! С вами Bad Polygon и это пятый урок из серии курса Blender Beginner Tutorial, где мы с вами продолжим создавать эту замечательную композицию, а именно познакомимся с симуляцией тканей. Надеюсь, урок вам понравится и вы отметите это лайком, подпиской и комментарием, за что я, в свою очередь, вам очень благодарен. Ссылки на мои соцсети и временные метки, как всегда, в описании к этому видео. Итак, перейдем к уроку. Добро пожаловать на пятый урок из серии Blender Beginner Tutorial. В этом видео мы сперва смоделируем чашу, несколько деревянных досок в качестве основания, а затем будем использовать их в качестве объекта столкновения для простой симуляции ткани, чтобы создать этот кусок ткани. Только мы не будем делать потертые края. Это мы сделаем позже при текстурировании этого куска ткани. Как всегда, вы можете найти временные метки в описании видео ниже, а также там вы найдете ссылку для бесплатной регистрации в нашем разделе ресурсов. Для доступа ко всем файлам проекта, видео и нашему знаменитому Blender 2.8 Shotcut PDF. Всем привет, это Зак для CGBoost.com и давайте начнем. Окей, начнем с моделирования чаши. Для этого я не буду использовать какой-либо референс, так как это должен быть очень простой объект. И у меня уже есть два объекта в моей сцене, которые я могу использовать в качестве эталона масштаба. Поэтому я масштабирую чашу, чтобы она соответствовала остальной части сцены. Прежде всего, давайте немного увеличим масштаб. Жмем Shift A и добавляем UV-сферу. Итак, сабдивы, сегменты и кольца в порядке. И прежде всего, давайте немного уменьшим масштаб. Я открою боковую панель, нажимая N, чтобы видеть, насколько она велика. Давайте уменьшим масштаб. И я думаю, что примерно 25 сантиметров вполне подойдет. Давайте применим масштаб, Ctrl A. Теперь посмотрим на вид спереди. И я добавил сюда эту сферу, потому что если я разрежу ее пополам, чаша будет почти готова. Итак, перейдите в режим редактирования, убедитесь, что X-Ray включен. И давайте выберем верхнюю часть. Нажмите X, и в данном случае я удаляю вершины. И вы увидите, что соединенные грани и ребра также будут удалены. Вот почему я не выбрал всю верхнюю половину. Теперь давайте выберем эту нижнюю часть. Нажмите S для масштабирования, зафиксируйте это по оси Z, а затем просто нажмите 0 на нампаде. Таким образом, все будет смасштабировано по одной плоскости. Подтвердите это, кликнув левой кнопкой мыши, а затем нажмите G для перемещения. Нажмите Z, чтобы зафиксировать это по оси Z, и переместите немного вверх. Теперь посмотрите на это. Это уже похоже на красивую миску. Теперь отключим X-Ray, и теперь я хочу добавить сюда несколько интересных деталей. Давайте воспользуемся инструментом Insert Face. Не снимайте выделение. Щелкните левой кнопкой мыши где-нибудь в пустом месте, и удерживая перемещайте вовнутрь. Как видите, это по сути выдавливание внутрь. Затем воспользуйтесь инструментом Extrude Region, или просто нажмите E, и вытяните это немного вниз. Примерно так. Теперь с сочетанием клавиш Alt-Левый клик, выделите этот цикл вверху, и снова нажмите E. Если он не заблокирован автоматически по оси, вы все равно можете нажать Z, например, чтобы заблокировать его. Поднимите немного вверх, и нажмите S, чтобы немного увеличить масштаб. Теперь табом вернемся в объектный режим, и я не хочу, чтобы наша чаша была слишком высокой. Поэтому давайте нажмем S, затем Z для фиксации по оси Z, и сделайте ее немного короче. Примерно так. Ctrl-A, и применяем масштаб. Теперь у нас есть небольшая проблема, потому что вы можете видеть, когда я перемещаю это вверх, начало координат, то есть центральная точка объекта находится где-то здесь. И если я, например, поверну объект, он будет вращаться вокруг этой точки. И есть быстрый способ изменить ее положение. Давайте перейдем к виду спереди, далее табом в Edit Mode, выделим все, вернем в Select Box, затем нажмите G для перемещения, Z по оси Z, и просто переместите это вверх. И вы увидите, что эта маленькая оранжевая точка осталась на месте. И теперь я могу примерно переместить ее на дно чаши. Не обязательно это делать идеально. И если я сейчас табом вернусь в объектный режим, вы увидите, что центр теперь находится здесь. Итак, мне проще разместить объект где-либо. А еще, если я нажму Alt-G, чтобы сбросить начало координат объекта, это всегда вернет начало объекта обратно в нулевое местоположение. Теперь оно стоит как бы на земле, и это упрощает работу с ним. Теперь, прежде чем мы продолжим, убедитесь, что вы применили масштаб, потому что теперь мы будем работать с модификаторами. Во-первых, как видите, у нас нет гладкой поверхности и нет толщины. И поскольку я не хочу добавлять толщину в режиме редактирования, это немного сложно. Мы сделаем это с помощью модификаторов. Итак, давайте выберем чашу, перейдем в модификаторы, добавить модификатор и добавим модификатор Solidify. Как видите, он добавил толщину, и я могу изменить ее здесь. Я удерживаю Shift, затем кликаю левой кнопкой мыши по этому значению и перемещаю мышь влево и вправо, чтобы точно изменить это значение. Теперь давайте свернем это и добавим модификатор Bevel. И что самое интересное, модификаторы взаимодействуют друг с другом. Так, если я сначала добавлю Solidify, модификатор Bevel будет использовать все, что генерирует модификатор Solidify, а затем повлияет на это, а не на исходную модель. Поэтому совокупность модификаторов очень важна. Итак, я добавил этот скошенный край, но выглядит он странно. Во-первых, вы видите, что это применилось на весь объект. Поэтому перейдем в Limit Method и выберем Angle. Опять же, это ограничит скошенное ребро определенным углом, который мы можем установить здесь. И теперь все, что больше 30 градусов, получит скос. Давайте уменьшим здесь ширину, чтобы лучше видеть, что происходит. Итак, теперь, как видите, у нас есть красивый скос. И теперь в качестве последнего модификатора я добавлю модификатор Subdivision Surface. Давайте увеличим Viewport Subdivis. И почему я добавил Bevel? Потому что, как я упомянул ранее, когда два ребра очень близко друг к другу, модификатор Subdivis создает более жесткие края. Так, например, если я отключу модификатор Bevel, вы увидите, что он закруглился. Но если я сейчас включу его, мы получим более жесткое ребро. И здесь это очень важно, потому что без модификатора Bevel это выглядело бы примерно так. Включив его, я получу жесткость. Но это ребро недостаточно жесткое. Итак, что мы можем сделать? Давайте быстро отключим модификатор Subdivision Surface. И, конечно же, мы можем сделать его меньше, но это не придаст ребру нужной жесткости. Мы можем добавить еще один сегмент. Поэтому добавьте еще один Loop Cut посередине. И теперь эти ребра очень близко друг к другу. А это означает, что если я включу модификатор Subdivision Surface, мы получим здесь очень жесткое ребро. Он не должен быть идеально острым, но у него должен быть небольшой скос. И вы можете увидеть его здесь. Это выглядит действительно красиво. Вы можете увидеть, как он ведет себя, когда я изменяю ширину Bevel. Итак, последнее, что я делаю. Щелкаю правой кнопкой мыши Shade Smooth и смотрю на эту чудесную чашу. Давайте изменим имя на Bawl. И обязательно сохраним Blend File. Итак, для нашей сцены нам определенно нужно что-то, на чем будут стоять все эти объекты. И мне нужно ощущение того, что все эти объекты обязательно стоят на столе. На деревянном столе. Поэтому давайте создадим несколько деревянных досок. С помощью Shift-A я добавлю простой куб. Жму N. Я проделывал это раньше, и у меня есть представление, как это должно выглядеть. Поэтому я хочу, чтобы направление по X было 2 метра. Это совершенно нормально. Мне нужна ширина 15 сантиметров. И высота пусть будет 1,5 сантиметра. В конце концов, мы все равно не увидим высоту. Так что это не имеет особого значения. Затем немного увеличьте масштаб. Нажмите G, Z для перемещения. А затем переместите это вниз так, чтобы верхняя часть находилась примерно на красной линии. Итак, теперь у нас есть очень простая деревянная доска. Жмем Ctrl-A и применяем масштаб. А теперь я покажу вам новый модификатор. Давайте переместим это в сторону и добавим модификатор Array. Модификатор Array создает дубликаты исходного объекта в определенном направлении. Прямо сейчас включено направление по X, но в данном случае это не имеет смысла. Поэтому давайте обнулим это, и вместо этого будем использовать направление по Y. Теперь, как видите, направление изменилось на нужное. Применим к нему значение минус 1. И между всеми дубликатами я хочу получить небольшой промежуток. Поэтому давайте подправим значение, возможно, до минус 1.0.1. И теперь у нас образовался этот небольшой промежуток. И теперь это действительно похоже на то, что у нас здесь деревянные доски. Давайте увеличим количество, может быть, до 15. Конечно, мы можем изменить это позже, если понадобится. И я увеличу здесь масштаб. Теперь я также хочу добавить здесь слегка скошенный край, чтобы выглядело лучше. И для этого я снова добавлю модификатор Bevel, немного уменьшую ширину, затем снова кликаю правой кнопкой мыши Shade Smooth. Но вы можете видеть, что это выглядит как-то странно. Поэтому делаем то же, что и для лезвия ножа. Мы включаем Harden Normals, а здесь включаем Auto Smooth. И теперь у нас есть эти идеально выглядящие скошенные края. Назовем этот объект Wood, и давайте переместим объекты так, чтобы они были примерно на поверхности, чтобы мы могли лучше их видеть. И пока давайте переместим нож и яблоко в сторону и выберем миску. И поскольку ее точка опоры находится здесь, мы можем просто нажать Alt-G, чтобы переместить ее в центр сцены. Теперь она практически идеально стоит в центре. А теперь мы сделаем небольшую симуляцию ткани с куском ткани, который мы хотим накинуть на чашу, чтобы сделать сцену немного более интересной. И что для этого мы сделаем? В первую очередь спрячем яблоко и нож. Затем с помощью Shift-A я добавлю обычную плоскость. Давайте немного приподнимем ее вверх, нажмем N и установим размеры 50 сантиметров для X и Y. Я уже делал это, и этот размер вполне подходит для этой сцены. Затем с помощью Ctrl-A применяем масштаб. Затем табом перейдите в режим редактирования, кликаем правой кнопкой мыши и поскольку все выбрано, нажимаем Subdivide. Теперь, как видите, сетка разделена. Теперь давайте увеличим Number of Cuts здесь до 50. Думаю, что 50 это нормально. Вернемся табом в объектный режим. Посмотрим сверху и быстро включим X-Ray, чтобы мы могли видеть чашу здесь. А это просто переместим куда-нибудь сюда. Здесь очень важно, чтобы ткань находилась здесь над чашей, чтобы мы могли запустить симуляцию ткани, потому что гравитация воздействует на ткань и она падает вниз. Отключим X-Ray, скроем боковую панель и теперь нам нужна временная шкала, а для этого мы можем просто перейти в рабочую область Animation. Теперь мы видим, что здесь внизу есть таймлайн, который важен для воспроизведения симуляции. А чтобы воспроизвести симуляцию, нам нужно сообщить объектам, какую роль они играют в симуляции. Так, например, чаша здесь должна быть объектом столкновения, поэтому я выбираю ее, а затем перехожу на вкладку Physics и просто включаю Collision. У нас есть много настроек, но в целом мы можем просто оставить настройки по умолчанию включенными. И я сделаю то же самое для поверхности из деревянных досок. Итак, я выбираю их, а затем включаю Collision. А вот эта плоскость должна быть тканью, поэтому я выбираю ее и включаю симуляцию Close. Итак, здесь у нас есть много настроек, которые мы можем изменить, но мы оставим все как есть, за исключением того, что в разделе Collision мы также включаем Self-Collision. Это означает, что когда объект создает складки, и эти складки падают друг на друга, они не будут врезаться друг в друга, что в целом все выглядит лучше. Просто включить это, и теперь все, что остается сделать для запуска симуляции, это воспроизвести анимацию. Теперь вы видите падение плоскости, и это выглядит очень красиво. Если у вас есть определенная позиция, в которой все выглядит хорошо, вы можете просто остановить симуляцию. И вы можете видеть, что сверху, по-моему, это выглядит слишком уж идеально. Поэтому я возвращаю это в начало. Перейдите в режим редактирования. И прежде всего, давайте включим пропорциональное редактирование. Если вы не видите этот маленький значок здесь, вы можете, удерживая среднюю кнопку мыши, перемещать это вот так, чтобы вы могли увидеть все кнопки. Итак, нажмите на нее. Мы использовали пропорциональное редактирование для создания верхней и нижней части яблока. Теперь я просто кликаю левой кнопкой мыши, выбираю вершину и перемещаю ее немного вверх, а эту немного вниз, просто чтобы создать слегка случайную форму, чтобы складки позже складывались немного по-разному. Затем давайте выйдем из режима редактирования, перейдем на вид сверху, а также дважды нажмем R. Теперь у нас есть возможность свободно вращать этот объект. И давайте просто повернем его, ну, я не знаю, как-то так. И теперь, когда мы запустим симуляцию, все складки будут складываться немного по-разному. Итак, давайте воспроизведем анимацию и посмотрим, как это сработает. Очень важно, чтобы этот кусок ткани падал в миску, а не закрывал верхнюю часть, потому что мы поместим туда несколько яблок, и для этого нам нужно немного места. Так что, может быть, давайте попробуем еще раз. Я снова перехожу в режим редактирования, немного подредактирую его, и... Возможно, в проекции сверху немного подвину это сюда. И давайте попробуем еще раз. Итак, теперь давайте остановим симуляцию. И я думаю, что так это выглядит вполне нормально. Итак, теперь это не статический объект, а это означает, что как только вы что-либо измените здесь, на временной шкале процесс начнется заново, чтобы симулировать все это. Поэтому, что нам нужно сделать? Нам нужно сообщить этому объекту, что теперь он должен быть статический. И это мы можем сделать, просто выбрав объект, перейдя в модификаторы. И как вы можете видеть, что когда мы включили симуляцию Close, для этого объекта он создал этот модификатор Close. Но здесь у нас есть замечательная кнопка Apply. Поэтому, если я нажму на нее, текущая позиция будет применена к статическому объекту. Вы можете видеть, что модификатор исчез, и симуляция ткани здесь также отключилась. Теперь выделим поверхность и отключим столкновение. То же самое для чаши. Вернемся в рабочую область Layout, и я выберу эту вещь. Выглядит она все еще слишком грубо. Поэтому, что мы сделаем? Мы переходим к модификаторам и просто добавляем модификатор Subdivision Surface. Давайте увеличим количество subdiv-ов U-порта. Затем щелкните правой кнопкой мыши, скажем Shade Smooth, и теперь вы видите, все выглядит фантастически. Давайте переименуем это в Fabric. Включим яблоко и нож, и теперь у нас есть все необходимые объекты. Не забудьте сохранить это. Итак, ребята, теперь у вас есть приблизительное представление о том, как использовать симуляцию ткани в Blender. Вы, безусловно, сможете сделать это намного круче, но здесь мы не хотим усложнять этот процесс. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. А также отметьте колокольчик под этим видео, если вы хотите получать уведомления о новых уроках. Если вы хотите лучше познакомиться с Blender, ознакомьтесь с нашим курсом Blender 2.8 Launchpad. Там мы не только создадим полную сцену с нуля, но также рассмотрим наиболее важные болевые точки и подводные камни для новичков в Blender. Так что проверьте ссылку в описании видео. Спасибо за просмотр, ребята, и до следующего видео, где мы будем делать UV-развертку для яблока и ножа. Если вы не знаете, что такое UV-развертка, посмотрите видео. Увидимся там, всем пока.